Государственная программа Оботкшлок с начала момента реализации не просто визуально преобразила тысячи адресов по всей республике. Размах и целенаправленный подход к решению многолетних проблем людей, ее достижения кардинально улучшают качество жизни. Чрезвычайно важное значение это имеет для наших соотечественников, проживающих в отдаленных районах и селениях, для тех, чьи физические возможности ограничены. Перемены с приоритетным ориентиром на социальную защиту людей, отчаявшихся, смирившихся с безразличием, подарили им веру. Желание быть участниками происходящих в Узбекистане процессов. Тему продолжить материалы из Сурхандаринской области. С первыми лучами солнца врисовывается захватывающий вид города, сочетающий в себе просторы и новые современные жилые дома. В центре созидательных инициатив «Человек». И здесь это сегодня ощущается явно. Не в этом ли смысл жизни? Изучение и аналитика обращений, поступивших виртуальную и народные приемные президента, выявили то, что большая их часть связана с жильем. Когда человек не имеет собственного дома, скитается по съемным квартирам и живет, где приходится, это все влечет за собой появление других проблем. Но сильное государство с приоритетом интересов человека не оставляет его один на один с проблемами. И доказательство тому начатое в нашей стране строительство жилых домов для людей с ограниченными возможностями и нуждающихся в социальной защите. Эта территория Термеза, находящаяся в дельте Амударьи, еще до недавнего времени была завалена мусором и заброшена в течение многих лет. А теперь по одной стороне улицы Фдау-Корляр разбит современный парк. Построен санаторий, открытые и закрытые бассейны. Гузар-Махали и пункт оказания услуг. А напротив живописных объектов вырастают не менее заметные жилые дома. Это и стало поводом радостного события. Людям с ограниченными физическими возможностями, тем, кто познал тяготы судьбы, молодым воспитанникам домов Мехрабуальник вручены сертификаты на право собственности. Владельцами доступных современных домов стали 69 семей из Термеза, Термезского, а также Джаркурганского районов. Первоначальный взнос ипотечного кредита на эти дома за них внесло государство. Время – это истинный взнос ипотечный взнос. На них не пугают новоселов, ведь до переезда в эти комфортабельные дома они не жили, а просто существовали. Осуществилась еще одна мечта Майрам Ая Муазамовой, которая воспитала и поставила на ноги десятерых детей. Ее младшая дочь – Карамат Арахимова, инвалид с детства. Маму, с одной стороны, гложило состояние дочери, с другой – многочисленные проблемы, связанные с отсутствием жилья. Благодаря поддержке и защите социально уязвимых слоев населения со стороны государства, теперь и Карамат Рахимова стала хозяйкой двухкомнатной квартиры. Программным документом для всех проводимых благих дел является принятый 1 декабря прошлого года указ главы государства о мерах по коренному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью. Массив Янгитурмуш в Ангорском районе. Новую жизнь на этой территории начали сотни семей. Очередное новоселье справили еще 11 из них, получивших трехкомнатные квартиры, а также дома на двухсотках. Кроме того, нуждающиеся в посторонней помощи получили инвалидные коляски, бытовую технику и швейные машинки. Инвалид второй группы Яхьёджуан Бабаколов и его супруга Айсулу Маматалиева вновь и вновь повторяют, что сложно поверить тому, что все-все сложности сейчас в прошлом. Деньги на лечение, забота, связанная с воспитанием и пропитанием, четырех детей, проблема с жильем. И теперь новая жизнь в современных условиях позволяет им строить новые планы ради будущего. Только в Узунском районе в текущем году для людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных и молодых семей запланирована сдача 16 квартир в многоэтажках и 50 домов на двухсотках. Буквально на днях в сходе граждан Махали Янгикуч района состоялась церемония вручения таких домов новым хозяевам. Дальше от Худжаев имеет ограниченные физические возможности. До этого времени со своей супругой Сайрам Сатарова они и ещё три семьи ютились в маленьком дворике в Махале Карашик. Сегодня же этой семье тоже вручили ключи от нового дома со всеми удобствами. Всё это радует не только членов семьи, но и их родственников. Массив Байрапуш с хода граждан Махале Дашнабад горного Сарайсийского района. И здесь построенные новые образцовые дома на двухсотках переехали нуждающиеся и семьи, имеющие членов с ограниченными возможностями. Махмуд Эло Набиев и Негор Шамсиддинова, проживавшие в Махале села Сангардак, из-за природного бедствия в один миг остались без крыши над головой. Неожиданное несчастье отняло у них всё. Родители больше всего переживали за судьбу своих детей. И получение нового дома стало для них настоящим счастьем, решившим все вопросы и проблемы. И такая благородная работа в Суркандаринской области сегодня продолжается. Так, в прошлом году в регионе на основе обновленных проектов были построены и сданы в эксплуатацию 1129 домов. В результате чего доступным и современным жильём была обеспечена 171 семья – малоимущих, нуждающихся и имеющих инвалидов. В этом же году решаются подобные проблемы ещё 405 таких семей. До сегодняшнего дня сданы в эксплуатацию 302 дома. До конца 2018 года в собственные новые дома переедут ещё 103 нуждающихся в жилье семей. На основе указа и постановления президента государственными программами «Обот Кушлок» и «Обот Махаля» в Суркандаре охвачены 31 селение и 2 Махали, для чего в общей сложности направлено 280,5 миллиардов сумм. Такая созидательная работа ведётся в Махалях Юртум-Джамула, Термези и Янгидьор Мзарабатского района, где в 1824 домах проживают 11 553 человека. На основе программы строительно-ремонтные мероприятия выполняются в 11 социальных объектах района, в результате чего, в частности, приобрело современный облик и 10-е детское дошкольное учреждение Махале Юртум-Джамула. Также созданы все необходимые условия и в 9-м детском садике в Махале имени Актермези. Одна из острых проблем в этой Махале была связана с обеспечением питьевой водой. Её решили путём прокладки почти 22 километров водопроводных труб. Для бесперебойной подачи населению электроэнергии установили новые трансформаторы, а имеющиеся отремонтировали. Заменены на новые опоры и протянуты линии электропередач. Очень в плохом состоянии пребывали улицы. На основе программы ремонту подверглись почти 14 километров дорог. Установили 66 приборов ночного освещения. Обновили более 10 километров тротуаров. Возведены панный комплекс объекта бытового обслуживания, торговые точки. Если до сегодняшнего дня в Шурчинском районе осуществляли свою деятельность 33 дошкольных образовательных учреждения, то до конца этого года откроются ещё 19. 120 малышей воспитываются в одном из негосударственных детских садиков «Счастливые дети», где занятия проводятся на основе интерактивных методов, что повышает, в частности, эффективность обучения детей иностранным языкам. В их распоряжении игровая площадка. Отдельное внимание уделяется рациону питания, где учитывается каждая деталь. Самым маленьким воспитанником ещё одного дошкольного образовательного учреждения в Махале Ту-Ла два года. Занятия в группах проводятся в соответствии с передовыми технологиями, способствующими гармоничному развитию малышей, чему особенно рады прежде всего их родители. Широкомасштабная работа в рамках программы «Обот-Кушлок» ведётся и в селениях Бого-Ирам и Лочен Дынавского района. Реализуемые в этом направлении проекты создают новые возможности для местного населения. К примеру, в Махале Бого-Ирам, где проживает более 5600 человек, отремонтировали 46 домов, покрыли гравиями и асфальтом около 5,5 километров дорог, построили целый ряд современных торговых и точек обслуживания. Завершены работы по возведению точек сервиса, производственных объектов, малой спортивной площадки, частных детских садов. Недавно сдали в эксплуатацию Махалинский гузар. А филиал 50-й школы после капитального ремонта преобразован в 55-ю общеобразовательную школу на 630 мест. Не менее активная работа ведётся и в Узунском районе. В этом году было запланировано построить и капитально отремонтировать 10 социальных объектов. 8 из них уже начали свою деятельность. Отдалённые и расположенные в приграничной с соседним Таджикистаном территории Махали Янгиобот, Окмачит, Боботох и Толтугай. Раз в месяц или в год местные жители выбирались в райцентр, да и условия жизни оставляли желать лучшего. Люди уже привыкли к перебоям в подаче электроэнергии, проблемам, связанным с обеспечением питьевой водой. В настоящее время и в эти сёла на основе программы протянули водопроводы. Построенная в 1990 году 36-я общеобразовательная школа в Махале Янгиобот до сих пор нуждалась в ремонте. В этом году она полностью была реконструирована. Обновили протекавшую крышу, полы 13-ти классов, покрыли линолеумом, заменили на новые 25 оконных рам, установили новые двери. Обучение в 45-й общеобразовательной школе в селении Ойбулок Махали Окмачит этого района ведётся на двух языках – узбекском и таджикском. Современный вид после ремонта приняли фасадная часть и кровля здания. Классы, где получают знания 785 учеников, оснащены новым инвентарём. Построили спортзал, где в данное время идёт подготовка к различным соревнованиям. Только в этом новоотстроенном здании в Махале Янгиобот расположились отделения скорой медицинской помощи со всеми условиями помещения Махали и инспектора профилактики, что создаёт дополнительные удобства населению. Горное селение Сангардак, Сарасийского района. Удивительная природа здешних мест, трудолюбие и гостеприимство горцев издревле привлекают путешественников не только с других регионов нашей страны, но и со всего мира. Магнетизм Сангардакского водопада не перестаёт удивлять взоры людей на протяжении веков. Палитра ярких красок, необычайная энергетика будто завораживает человека, открывая перед ним совсем иной мир красоты и света. Так вот, селение тоже охвачено созидательным процессом в рамках программы «Оботкшлок». Сделано немало. В частности, покрыли асфальтом автодороги, построили мосты, сдали в эксплуатацию Махалинский и Гузар на 1,9 млрд сумм. А на возведение дошкольного образовательного учреждения на 75 мест направили более 2 млрд сумм. Обновили 8 километров линии электропередач высокого напряжения. Установили 48 опор. Тем самым решён вопрос бесперебойного обеспечения населения данным ресурсом. Сервисный центр «Мачай» обслуживает расположенные в 60 километрах от центра Байсунского района Махали, Газа, Паски-Мачай, Юхоры-Мачай, Кызыл-Навр. Также 18 километров автодороги, ведущей к селению Мачай через восхитительное ущелье, покрыто асфальтом. В Байсуне долгое время существовала проблема воды. Согласно поручению главы государства, здесь реализовали один из крупных проектов по обеспечению населения питьевой водой из источника Худжамохона. Выполнено строительных работ в сложных горных условиях почти на 59 миллиардов сумм. На первом этапе водопроводы протянули до оселений Инкобот, Даштыгос, Пулхокем. В перспективе родниковая вода дойдёт ещё до 11 населённых пунктов. В короткие сроки построили магистральную линию протяжённостью 36 километров и другие сооружения. Ещё до недавнего времени в городе Термес не строили дома выше двух-трёх этажей. Население росло, а строительство как бы и остановилось. Теперь всё иначе. На месте невзрачных ветхих строений вырастают современные радующие взор объекты. К примеру, чуть более за один год построили 12 семиэтажных домов, что позитивно отразилось на решении проблемы, связанной с жильём, остро нуждающихся в ней, особенно людей, имеющих инвалидность. Жилой фонд обеспечен всем необходимым. Вокруг домов расположились объекты инфраструктуры. В ближайшие пять лет в Термесе планируется возвести ещё 85 семиэтажек. Словом, все усилия направлены на создание достойных условий жизни, повышение благосостояния народа. А значит, укрепляется уверенность в завтрашнем дне.